Лоны друид, Сулабер. Сулабер пережил времена великих войн благодаря своим сородичам. Причувствуя гибель поселения, они превратили свое дитя в медведя и отправили его жить на природе. Сулабер вырос сильным и свирепым, как и другие медведи в его лесах. Используя свои силы друида, он может впадать в бешеную ярость и даже вызывать мощного медведя на помощь. Осознавший свою эльфийскую сущность благодаря пророку Фуриону, Сулабер восстановил свой истинный эльфийский облик и несет дикий дух медведя на поле боя. Мишка злой потму душит. Ладно, гау на Т2. Души, Мишка. Рубим деревце, как профессионалы. Всем привет, дорогие друзья. Что ж, сегодня у нас гайд на Сулабера. Сулабер один из самых таких неприятных персонажей в лейтгейме, потому что 12-ти слотовый Сулабер. Это очень страшно и очень серьезно. Сегодня я вам поведаю все секретики первого, второго, третьего и соответственно ульта нашего героя. Ребят, если готовы, то поехали. Так, друзья. Первая способность на нашем персонаже это вот такая вот простенькая способность. Нажимается на буковку B у нас. B это у нас хоткей. Данная способность создается вот такой вот мишка. Мишка, в зависимости с уровнем прокачки, он имеет свои плюшки, свои хитпоинты и свои, соответственно, какие-то интересные фишечки. Давайте я вам о них сейчас буду рассказывать. Но сначала я вам скажу, сколько у нас имеется тут КД и какие основные темы есть по созданию данного медведя. И что он вообще может. Смотрите. КД у нас с этой способностью 120 секунд. В случае, если вы потеряете этого медведя, то есть его убьют и, соответственно, за него получат опыт, денежки, 300 золота, кстати, то, соответственно, у вас будет 120 секунд на то, чтобы откадешить и, соответственно, пересоздать его заново. Это первая тема. Вторая тема монокост. По монокосту у нас всегда берет тут 75 маны. Очень такая простенькая тема. Есть еще некоторые нюансы по поводу того, что если убивают медведя, сколько вы хп теряете с главного персонажа. То есть, смотрите, если наш медведь где-то дерется, его убили, соответственно, то мы получаем 10% от максимального нашего здоровья себе уроном. Если теряем мишку, как будто, знаете, в душу прямо аж вот это, что медведя убили, соответственно, так и есть. Ребят, по уровням прокачки на самом деле у медведя тут очень много всяких приколюх, о которых я вам сейчас расскажу. Смотрите, на первом уровне у нас медведь имеет 1400 хитпоинтов, на втором 1800 и появляется у него обилка вот эта вот, ретерн. Соответственно, о них, об обилках я буду рассказывать чуть позже. Сначала поговорим о уровнях прокачки. На ретем уровне у нас появляется 2300 хп у медведя, появляется ретерн, то есть он у нас уже есть со второго уровня прокачки. И появляется 20% шанс кого-то зарутить, о нем мы тоже будем чуть позже говорить. И на четвертом уровне у нас еще появляется дополнительная обилка, которая позволяет наносить больше урона по товарам. И, соответственно, чуть-чуть позже мы о ней уже и поговорим. Соответственно, у нас еще имеется агоним на данного персонажа. Агоним на данного персонажа позволяет нам атаковать всех независимо от дистанции. То есть, соответственно, если мы находимся на расстоянии 1100 единиц, то наш медведь не может атаковать уже. То есть, смотрите, вот сейчас он не может атаковать. Подойду я поближе, он начнет атаковать. То есть, посмотрите. Это работает так. То есть, мишка будет бить только если вы находитесь рядом. Ну, соответственно, в расстоянии 1100 единиц. Если вы отходите, то мишка бить не может. Он просто будет тыкаться и больше ничего он делать не может. Но если вы покупаете агоним, то, соответственно, мишка может бить. Очень простенькая тема. Ну и что ж, самое время поговорить о самом медведе. О нем мы сейчас и будем разговаривать. Поехали. Итак, друзья. В дополнение к тому, что я объяснял вам по агониму, я вам напомню, что у медведя есть фиксированная рейндж атаки. То есть, соответственно, рейндж атаки, вот, то есть, медведь может атаковать, если мой персонаж, основной герой, находится не дальше, чем на 1100 расстоянии. То есть, соответственно, если расстояние 1100, то, соответственно, медведь может бить. Если расстояние больше, чем 1100, медведь не может бить. Но при покупке Аганима основному персонажу, то есть медведю самому Сулаберу, то ему, вот этому мишке, позволено будет бить по всей карте. То есть, соответственно, он сможет игнорировать это расстояние, то есть расстояние это все, так сказать, убирается. И мы можем просто сплитпушить, допустим, по какой-то другой линии и все. Проблем никаких не будет. Что ж, ребят, это было дополнение к Аганиму, чтобы вы понимали больше. То есть, соответственно, поехали далее. Смотрите, с уровнями прокачки, как я уже объяснял, добавляются у нас какие-то обилки у медведя. Плюс, ребят, не стоит забывать, что мы можем какие-то слоты брать сюда. То есть, допустим, здесь у нас есть травола у мишки, то есть мишка спокойно может это все использовать. Ему все равно можно ему догон, там этериал, но не забывайте про монопул. То есть, монопул нужно будет поднимать. И что хотите, можете мишки ссуать сюда. Ему разницы нету, мишка все любит. И, соответственно, ребят, что мы имеем по дополнительным способностям? Как видите, у нас тут есть дополнительные способности, которые даются с уровнями прокачки. Они все очень простые. Давайте разберем, наверное, самую популярную, за что, в принципе, мишку и любят. То есть, это рут, вот такой, интенгл, спелл называется. И, соответственно, что у нас тут есть? На 3 секунды длительность рута у нас идет, и 3 секунды идет ДПС. 6,3, сколько там? Ой, 6,3, 18, соответственно. И, смотрите, то есть, 180 дэмэджа без учета ресиста у нас наносит эта способность. То есть, при атаках мишка способен зарутить энеми персонажа какого-то. И, соответственно, он будет, персонаж, стоять на месте и ничего не сможет делать. Но эту тему можно изи развеять, в принципе, там каким-нибудь, блин, ну, легким развеянием. То есть, там диффуз, там пресс-атак, то есть, самое такое простенькое. Ну, то есть, это обычный рут. То есть, способности персонаж, так сказать, противник может нажимать, но, к сожалению, двигаться он не может. То есть, мишка рутит на 3 секунды. Перезарядка этого рута 5 секунд составляет. Как видите, прокает она очень плохо, но шанс всего 20%. Но, тем не менее, бывает прокает хорошо. Бывает, молишься лишь бы, ну, пожалуйста, корешки, чтобы, вот, и, соответственно, вот так вот персонаж стоял. В течение 3 секунд он будет стоять. Перезарядка этой темы 5 секунд. То есть, постоянно она не сможет прокать. Через 3 секунды, после того, как, вот, то есть, через 3, смотрите, 3 секунды действует. 2 секунды проходит, и сразу же может вылететь опять этот шанс, и опять персонаж зарутит. То есть, персонаж всего пробежит 2 секунды, и опять встанет в рут. Очень простенькая тема, наносит ДПС. Далее, смотрите, что у нас есть еще. Есть у нас вот этот Demolish. Вот такой вот, да, да, Demolish называется вот эта тема. Что она у нас делается? Она открывается у нас на последнем уровне. А на третьем уровне Intangle открывается. Я напоминаю, просто это все было в пояснениях по уровням прокачки. И на Last Level открывается у нас вот такой Demolish. И, соответственно, в, так сказать, ну, о родном резисте мы чуть позже поговорим. Смотрите, Demolish, что такое? Это у нас такой бонус, который дается на Last Level, позволяющий наносить демеджа по товарам больше, на 40%. То есть, соответственно, демедж, который мы будем вливать по товару, он будет у нас увеличен. Это открывается четвертым левелом. То есть, Мишка становится таким очень сильным пушером. Именно и начинает жестко ломать. Ну и, в принципе, вот такая вот тема. То есть, ну, ничего сложного на самом деле нету. Просто бонусный демедж по товарам. Касаемо резистов, ребят. У Мишки есть врожденный резист 33%. Вот этот резист, вот эта картиночка, она дает резист медведю. То есть, соответственно, если на медведя будут какие-то маги нажиматься, специально, чтобы его убить, потому что за медведем, как правило, очень сильно охотятся из-за того, что на него есть награда, там, 300 золота. И, соответственно, его все хотят убить. Да и, в принципе, как правило, медведя все одевают. Ну, Сулабер, такой персонаж, который зачастую видишь именно одетого медведя, а Сулабер сам как бомж, даже без сапога бегает. Бывает, к сожалению, такое или к счастью. Вот, и как бы старается зафокусить медведя. И, соответственно, у него есть резист, который, так сказать, изи как бы, ну, сопротивление дает, и медведь у нас больше живет. И самая простенькая у нас есть такая тема, называется Return. Return открывается у нас на втором левеле прокачки. Это уже я рассказывал. И, соответственно, смотрите, что у нас делается. У нас тут КД у этой способности 5 секунд, и время у нас... Нет, да. КД 5 секунд. И время, смотрите, время есть у нас тут такое. Называется комбо. Комбо время комбо, типа, знаете, в комбате находится с World of Warcraft, так сказать, взято словечко. И, соответственно, у нас спелл закрывается. Когда нас атакуют, проходит у нас определенное время. 3 секунды, и, соответственно, у нас открывается опять, и мы можем вернуть нашего мишку. Плюс, в чем фишка этой темы? Мы можем возвращать медведя откуда угодно. Нет, никакого ограничить. То есть, соответственно, наш медведь там сплит пушит где-то наверху. Мы берем, нажимаем одну копку, кнопку, ход КР, и все. Наш мишка здесь, рядом с нашим сулобером. Соответственно, он портует вот этот спелл только к нашему герою. Или к тому месту, где он умер в случае, если у вас был Аганим. Не стоит об этом забывать. То есть, если вы на сулобере на самом умерли где-то здесь, и у вас Аганим, и вы где-то вот здесь деретесь медведем и возвращаете его, то, соответственно, к месту гибели сулобера будет возвращаться у нас, соответственно, мишка. Ребят, тоже не стоит забывать. Плюс, многие из вас, наверное, замечали или не замечали вот этот вот эффект горения, который я вам сейчас покажу. Смотрите, когда я верну мишку, вот такой вот эффект горения происходит. Это горение наносит урон. Да, наносит урон. Посмотрите. Допустим, Ария напишем. Смотрите, у него фулл хп, соответственно, я возвращаю, у него хп становится немного меньше. Там незначительный дэмэдж, но этим дэмэджем можно убить. И, соответственно, я вот где-то здесь вставочку сделаю, что этим дэмэджем можно убить. Смотрите, я накинул яд виномансера и, соответственно, запилил вторым спеллом медведя думчика и получилось, что он умер. Так что, ребят, держите в сведении, что этим спеллом можно убить, хотя тут ничего про дэмэдж вообще не написано. На сайте тоже ничего про дэмэдж не написано. Соответственно, ребят, все. В принципе, это все по обилкам медведя. И далее будем рассказывать уже о, соответственно, способностях нашего самого суллобера. Я думаю, ребят, вам более чем понятно по медведю. Медведь может брать слоты, какие хочет. Не забывайте про монопул. Потом он может сильно пушить. Он может вернуться откуда-то с любой части карты сразу к суллоберу. Может зарутить рут, который можно снять, в принципе, там диффузом или еще чем-то. Но эта тема, кстати, в БКБ даже может сработать. Рут вот этот, так что не стоит забывать. За Найксом гонитесь. На Найкса может это сработать, когда он в рейдже и Найкса остановится. И, соответственно, есть Мэджик Резистанс. Ребят, более нечего тут рассказывать. Поехали на спеллы суллобера. Гоу. Итак, друзья, следующая способность на нашем суллобере. Смотрите, вот такая способность. Рэббит называется почти как кролик. Только тут немного написано по-другому. Рэббит именно. А не Рэббит. Соответственно, ребят, что у нас делает эта способность? Эта способность, проще говоря, это такой блодласт для нас самих, для нашего героя и для самого медведя. В зависимости с уровнем прокачки у нас тут увеличится инкрис атак спида и мовмен спида. Все очень-таки просто. На первом уровне у нас инкрисит атак спид на 10% и мовмен спид повышается на 5%. На втором на 20% и на 10%. На третьем на 30%, на 15% и на четвертом атак спид у нас увеличен на 40% и мовмен спид на 20%. Очень простенькая тема. Длительность данной способности у нас 10 секунд. Требует 50 маны и, соответственно, кд у нас 30 секунд. Давайте посмотрим, что у нас будет происходить. Нажимаем такую вот тему, происходит у нас эффект и мы с мишкой начинаем быть более такие здоровенские. Такие, знаете, на 10 секунд увеличимся, как будто что-то выпили. И, соответственно, по стечению способности заканчивается этот, так сказать, блабласт. И, соответственно, мы уже становимся поменьше. И все. То есть такая тема, знаете, что когда нужно подраться, мы себя пробафаем и быстренько бьем, больше бьем и, соответственно, быстрее передвигаемся. Очень прикольная тема, потому что позволяет, так сказать, забустить мишку, забустить самого сулобера, чтобы, допустим, или убежать, или кого-то догнать. Есть такие примечания, что данная способность не спадает в случае, если у нас есть агоним на сулобере. И, соответственно, если мы умрем, то на мишке, так сказать, останется этот баф, то есть, соответственно, независимо от того, живой наш герой или нет. Но это если с агонимом. Если без агонима, соответственно, герой же у нас умирает и мишка тоже умрет. Соответственно, вот такая вот тема. Ну, очень простенькая способность. Я не знаю, тут нет смысла больше задерживаться. Это такой баф на мовмен спид и на атак спид. Надеюсь, тут более чем понятно. Поехали на следующий спайл. Итак, друзья. Третья способность на персонажа. Сулобери очень такая интересная способность, которой, к сожалению, в самой игре показана, так сказать, поверхностная информация, что на самом деле будет у нас улучшаться, когда мы будем качать эту способность. К сожалению, она тут просто поверхностная и она не настолько глобально описана, как я вам ее сейчас постараюсь предоставить. Ведь тут очень много скрытых моментов, которые нужно знать. И зачастую просто третий спайл игнорируют и не качают. Третья способность это третья способность, как у Крабеллус. Она бафает абсолютно все. Прокачивает полностью нашего героя и нашего, соответственно, мишку, второй спайл и ультимейт. То есть она улучшает все способности. Третья способность это, так сказать, еще один аганим для нашего героя. То есть эта способность входит также в топ тех способностей, которые не отключаются сильверейджем. И, соответственно, давайте приступим к разбору. Я поставлю табличку один раз. Покажу вам, чтобы досконально не рассказывать, как улучшает эта способность отдельно медведя в зависимости с уровнями прокачки. Чтобы просто не углубляться и не рассказывать вам максимально прямо вот так, чтобы не растягивать видос. Смотрите. Поехали. В зависимости с уровнем прокачки при прокачивании третьего спайла. Что у нас будет даваться? У нас будет даваться улучшение по урону спиридбира. То есть по урону медведя самого. По увеличению длительности реббида. То есть вот этот у нас спелл будет увеличиваться в длительности. И у нас будет также увеличиться скорость передвижения нашего медведя. Об этом тоже не стоит забывать. И, соответственно, улучшить нашу, так сказать, бир-форму. То есть не пивную форму, а бир-медведь. Да. Ой. Ну, тонкий юмор от Азиеса. Господи, обязательно затрольте меня в комментариях. Да. И я никогда вот это вот, типа, ну, делаю руками. Да. Я всегда, когда рассказываю, пытаюсь вам как-то, ну, вот. Потому что по рукам вы иногда можете запомнить какие-то фразы. Ребят, ну, что вы так грубо. Смотрите, ладно. И, соответственно, улучшает у нас форму нашего мишки. И, соответственно, в зависимости от уровня прокачки у нас, смотрите, добавляется урон спириту. То есть, соответственно, духу медведя у нас добавляется урон. 10, 20, 30 и 40 урона будет добавляться в зависимости с уровнем прокачки. То есть на первом 10, на втором 20, на третьем 30, на четвертом 40. Также дополнительная скорость передвижения. Также 10, 20, 30, 40. Смотрите далее. Длительность Ребита. То есть, соответственно, длительность бафа вот этого скорости Эмэса и Атак Спида. У нас также улучшается 10, 20, 30, 40 В принципе, все по 10, 20, 30, 40 Соответственно, у нас уже второй спелл будет длиться на ласт левеле И так, сколько там, 10 10 длилось, там тоже будет длиться, типа, на 40 секунд еще дольше Соответственно, вот такая тема Ну и, соответственно, про форму ультимейта Когда мы будем, так сказать, в метаморфозе У нас будет хп больше С прокаченной третьей способностью На 100, 200, 300 и 400 единиц В общем, надеюсь, я вам объяснил Сейчас я вот тут вот вставлю табличку, ребят Смотрите, табличка по увеличению демеджа Демеджа и скорости передвижения медведя Посмотрите, досконально То есть, соответственно, с прокачкой третьей способности У нас мишка будет бегать быстрее И бить быстрее, понимаете? Все очень просто И на ультимейте также будет такая же табличечка, ребят Надеюсь, я смог вам рассказать, что делает третья способность Повторяюсь, третья способность улучшает у нас все обилки медведя Улучшает медведю скорость передвижения Улучшает медведю демедж Улучшает длительность ребеда И, соответственно, делает нас в метаморфозе немного плотнее Все, поехали, конечно, уже на ультимейт Итак, друзья, вплотную уже подошли Соответственно, к нашему ультимейту Прокачиваем наш ультимейт Соответственно, у нас появляется такая иконочка И данная иконочка у нас по нажатию будет забирать 25 маны Не имеет данной способности перезарядки Что у нас будет происходить, когда мы будем нажимать, так сказать, эту иконочку Наш герой становится персонажем ближнего боя И, соответственно, в стандарте у нас персонаж дальнего боя Но когда мы нажимаем метаморфоз У нас метаморфоз занимает по времени 1 секунду 933 миллисекунды Да, запоминайте И узнаете потом, зачем я попросил это запомнить Ну, то есть потом, когда будут конкурсы Да, запоминайте Вот, 1 933 И, соответственно, почти 2 секунды у нас вот эта метаморфоз занимает Мы ничего не можем делать И, соответственно, превращаемся мы в медведя ближнего боя И, так сказать, становимся плотнее Что нам дает эта метаморфоза? В зависимости от уровня прокачки Нам дается тут бонус хп, бонус армор И, соответственно, батл край у нас будет улучшаться После того, как я расскажу про нашу метаморфозу Я вам расскажу, что такое батл край Соответственно, вы, наверное, уже увидели вот тут иконочку Да, соответственно, о ней мы чуть-чуть позже поговорим Смотрите, в зависимости с уровнем прокачки У нас улучшается тут Смотрите Герой сам улучшается Он становится у нас, во-первых, ближнего боя Во-вторых, он становится плотнее Он получает бонусный 250 хп на первом левеле и 4 армора На втором левеле 400 бонусов хп И 6 армора И на третьем уровне 600 бонус хп И бонус армор, равный 8 единицам И, соответственно, батл край апается до третьего левела На втором второй левел И первый левел на первом В принципе, очень простенькая тема Нажимаем метаморфоза Смотрите, у нас армор Все вот эта тема Вот хпшки Все у нас увеличится И все, наш герой становится, так сказать, немного сильнее Он становится медведем Просто мощный, сильный, дерзкий И, соответственно, давайте поговорим уже о батл крае Поехали Итак, друзья Что такое батл край? Я вам сейчас расскажу Батл край у нас улучшает с уровнем прокачки ультимейт То есть, соответственно, об этом я уже говорил И что у нас делает батл край? Батл край у нас, так сказать, он бафает лоны друида и спирит бира Так сказать, на дэмэдж и армор Опять-таки, смотрите, на сайте написано, что бафает еще подконтрольных юнитов И, соответственно, мы сейчас это проверим Некро Минус и темп 135 Хорошо Есть у нас вот такие вот некра Стоем бы Нажимаем батл край И, соответственно, у нас бафается еще и некра Вы просто посмотрите на эту дичь У нас некра имеет по 90 урона бонусного И, соответственно, все Бонусный пропал Эта тема работает у нас в 1000 АОЕ Заметьте Подконтрольные юниты только бафаются под батл край Длительность батл края у нас 6 секунд В течение 6 секунд наши персонажи будут бить сильнее И, соответственно, получат также еще бонус броню Перезарядка батл края 60 секунд Ребят, что ж у нас вообще будет происходить по уровням прокачки батл края Во-первых, у нас будет увеличиться дополнительный урон 90, 120 и 150 дэмэджа мы получим на ласт левеле Также бонус армор 10, 15 и 20 армора мы получим на ласт левеле батл края Не стоит забывать, что тут у нас АОЕ в 1000 единиц То есть только наши подконтрольные юниты позволят, так сказать, улучшить себе дэмэдж и армор Не стоит забывать, что батл край у нас является, так сказать, спеллом, который можно развеять То есть, соответственно, можно будет развеять диффузом этот батл край, допустим, с героя Или со спиритбира, или с других каких-то подконтрольных, соответственно, юнитов Ну и, в принципе, по батл краю это все, друзья Что ж, ну и, в принципе, действительно, это все По батл краю, по способностям я вам все рассказал, ребят По форме рассказал, по мишке рассказал Единственное, что я не упомянул, что мишка может брать руны Но руны определенные То есть, соответственно, если это будет монетка Монетку он спокойно заберет Другие руны, к сожалению, не подбираются на медведя И длительность медведя у нас бесконечная Как вы уже поняли, как многие знают Это, так сказать, уже совсем для чайников Ну и, если мы пропишем минус МС, то у нас будет показано МС и лоны друида И мишки, соответственно То есть, мишки можно даже взять будет, соответственно, сапожок какой-нибудь Как видите, вот дабл дэмэдж взял, соответственно, дэмэдж не работает И, в принципе, все, ребят Все зависит от вашего мышления, что можно собрать мишки Можно в классического, так сказать, медведя через радиенс Можно через молнии, можно через башеры Можно в два медаса И, соответственно, единственное, что мне не нравится на этом герое На 85-й карте, друзья, то, что есть у него некоторые недочеты после смерти Если мы умерли в форме Бывает не светится Battle Cry И, соответственно, я так думаю, это вы увидите на геймплее Но я надеюсь, что такого не произойдет Потому что это крайне неприятно И, так сказать, видеть эти баги на своем лице Соответственно, на своей шкуре прочувствовать И, в принципе, друзья, я считаю, что теория подходит к концу К логическому завершению Что вам должно, в принципе, хоть немножко быть понятным Что, так сказать, у нашего персонажа есть У нашего персонажа будет И, соответственно, на ультимейт я не прикладывал табличку Но табличку вы видели уже раньше Я еще раз вот ее прикрепил Буквально несколько секунд Все, и табличечка у нас исчезает Ребят, в принципе, желаю вам приятного просмотра этого гайда Надеюсь, получится у меня сделать какой-то годный контент По этому персонажу А именно, постараюсь одеть его в 12 слотов Сделать что-то необычное Очень интересное И пожелаю всем хорошего, приятного настроения Так сказать, вечера, дня Не знаю, когда вы смотрите этот гайд И обязательно подписывайтесь на канал Если вам нравятся такие гайды Если вы ждете какой-то определенный гайд И, соответственно, ребят, все Всех обнял, поцеловал и поехали Ну что, друзья, начинается Первая каточка Каточка Берем Сула Биара Биара Сула Биара Сула Биара Хорошо Сразу качаем мишку Сразу берем сюда Отправляем Берем Выделяем У меня на двоечке будет медведь На тройке будет Курьер И круг силы я выделять не буду Придется как-то микрить Потому что на один На двойку у меня медведь будет На единичку будет у меня сам герой Берем щиток Топорик Хилочку Дефолтненько И пойдем, наверное, на низ Но посмотрим Посорим Медведя мы отправляем на топ Сами пойдем на низ С топорик мы перекинем Саму медведю Включим сейчас бинды Потому что бинды Постоянно вылетают И как я не пробовал Они не фиксятся Потому что бинды особенные Какие-то все И на двоечку у нас будет Здесь медвежек Хорошо Итак, будем стоять И на низ пройдемся Сюда Может тут тоже руну Получится забрать Просто попробуем Руну медведям забрать И забрать самим героем Ребят, форму, наверное Посмотрим форму Будем брать или нет На шестом левеле Вообще посмотрим По билду на самом деле Все по-разному Можно играть через мишку Можно играть через самого героя То есть как удобней Но, конечно, через медведя Лучше играть Качественнее Потому что медведь Как-никак Это сила Сила Медведь это сила На самом деле А все остальное Это, так сказать Могила Так, что нам там Сможет убить медведя Хорошо Сможет укусить Сможет сильно застанеть Сможет накинуть колбу Да, будет неприятно Мишке Но постараемся Одеться прям вот Сильно Чтобы мышцы были большие Сильно было Все И попробуем Забрать сейчас руну тут Попробуем на низу И хорошо И хорошо Через лес Посмотрим Если Акс будет у нас Сильно много фарма Забирать То уйдем вот сюда На эти кэмпы Будем их подфармливать И все будет хорошо Подарки, ребят Ничего не дают Запоминайте Вот они просто Ничего не дают Ничего не дают Подарки Вообще Пока вот Я не знаю Почему Но вообще Слышал инфу Но не могу Не могу разглашать Эту инфу По поводу Подарков Что они делают Что они будут делать Хорошо Можно еще монетку А что Акс без кнопок Да Прокачай что-нибудь А что он дерется Просто Облочим немножко Акс без кнопок Если Акс прокачал Что-нибудь Было бы хорошо Но главное Монетку забрали Монетку главное Забрали Все Так Отдаем Вот эту тему И отдаем Вот эту тему Все Хилку оставляем Хорошо Возьмем Орбов Веном Сразу Наверное Выделим Общаком Персонажей Орбов Веном Возьмем На медведя Медведь Пусть с орбой Бегает Хорошо Отлично Будем так бегать С орбой На третьем левеле На пятом Уже сможем Спокойно Что-то делать Что там у нас Где крипы Акс забрал Крипов Акс весь Походу Будет забирать У нас Ребят Это очень плохо Это печаль Привет Да Это что What is it A pancake Pancake Блин Я тут под тавором гоняю Мишка Нифига жесткий Так отойти Хорошо Мишка Пересоздадим Хорошо Загнали Таки в угол Спектру Ну блин Акс очень много Загорает На самом серии На линии Ну раз так пошло Можно в принципе Тут тупо Пушить Тупо Пушить Гады Мишка Правил магазин Блин Ну с Аксом Конечно Не кайфуй Стоять Не кайфуй Сюда Хорошо Погибает у нас Акс 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 вообще На приколе Чудик У меня Сколько Один крип Осуждаю Хорошо Акс Короче За тавор Заходит Просто Всех крипов Сметает Я стою Просто Ничего не делаю На линии В лес Не хочу Ити Блин Хочу Курьера Нет все равно Да А нет Да Нет На третьем Левеле Мишку Пошлем После того Как мишку Прокачиваете Сразу же Нужно Биндить Его заново Потому что Сразу Биндз летает То что Считается Как будто Тот медведь Который Был у нас Первый Он типа Уже погиб Что ли Не знаю Такая механика Что нужно Постоянно Перебаф Акс Кайф Фарм Конечно Царский Три крипа За 4 минуты Классика Жанра Спектра Решила Меня Поубивать Ну Боже Просто Разминки Какие-то Все Акс Там опять Крипов Зажал Сейчас Будем опять По Тэшку Заходить Спектра Уже Спряталась Якоби А вон Она Души Ее Души Нет Я хочу Спектру Хорошо Боже Что происходит Она Мишка Да Ему Шапалаха Боже Такой Бред Понимающий Акс Блин Герой Дрочится Кат Отопирает Хорошо Так Пора На базу Сходить Что ли На базу Медведем Пройдем Пока В медведе Айтемы не собираются Такой баг Конченый Вообще Ужас Когда на базе Стоишь Айтемы Собираешь Если ты тоже На базе Героем То Айтемы Не собираются Очень прискорбно Так Ладно Что у нас там ЦМка на миду Классика жанра Новый сезон Айкапа ЦМка на миду На топе у нас Путш С ораклом Гоняет Сларка бедного Так у меня почти Шестой левел Берем Сейчас есть сапог у нас Да Ага По сапогу есть Это хорошо Можно Сделать Вообще Можно через Володю Пойти По старой страте Можно Просто реально Через Володьку выйти Даже я наверное Так и сделаю Так сказать По старой Доброй традиции Через Володьку Очень даже Монетка Это хорошо Так Мишка на базу Сами ТП на мид И погнали Можно Вардик один взять Чтоб видеть оппонентов Хорошо Сейчас Мишка за регенец А там Жалко что нету Индикатора Вот здесь вот Что медведь У нас там Ну хилится Или где-то Там что-то там Как-то у него дела Нормально Или плохо Так обновляем Хорошо Мишку сразу Биндим И можно Редкликом Направлять На ЦМ В принципе Корешки Срабатывают Будет ей Неприятно Хорошо У нее Седьмой левел Она может Ультом Очень много Сделать На самом деле Пока Пассивненько Постоим Постараемся Поагрить Мишку Если что Так Подфармливаем Скоро будет Поязвина Медведя Тоже нормально Заходит В принципе Поязвина Мишку Это хорошо Попробуем Забыть Нет Не хочет Тине Заходить Поэтому Возвращаем Мишку Сразу Обратно Ага Входят Обходят Блэкхол Хорошо Сладар Цепляет У нас тут Бьем ЦМ Крутовать Будет Но нужно Драться Тут О Корешки Срабатывают Четко По таймингу Как будто Знаете Прописал Читкод И Конечно же Корешки Выручили Отлично Мишка Конечно Просел У нас По хитпоинтам Но у нас Есть Хитресочка Будет Хоть Чуть Помогать Регенерации Отлично Дальше Душим Мишка Конечно У нас Полудохлый 500 Хп Но Так и Хочет ДК Это Замутить С этим Медведем Любов Тем не менее Сходим На руну Нижнюю Медведем Сходим Сами Посты Пофармим Сейчас Мишка Уже Будет Четвертого Левела Будет Хорошо Нет У нас Там Руны Так Сюда Отходим Можно Мишку Иногда Перебаф Тупо Потому Что Видите У него Хитпоинтов Мало Просто Перебаф Чтобы На базу Неслать В зависимости От того Смотрите По ситуации Если вы Видите Что игра Такая В принципе Не Так Сказать Не Предоставляет Вам Никакой Опасности Что Если Вы Умрете Останетесь Без Медведя То Можете Спокойно Смело Перебаф В принципе Ничего В этом Страшного Нет О Корешки По зову Сердца Души Души Ну Наверное Это Фраг Будет Я буду Тут Душить Здесь он Не Откинет Стана Я даже Потанчу На базу Сходим Хорошо Третий Раскачивать Будем Почуть Демедж Медведю Поднимем МС Поднимем Подменим Подменим Поднимем Все будет Хорошо Экселент Так Берем Володьку Возьмем Хорошо Тпшечку Мишки Что-нибудь Купим Нет Мишки Ничего Покупать Не будем Не заслужил Вообще Меня просили Сыграть Через Мидас На данном Персонаже Через два Мидаса Будем Пробовать Это в Next Катке Потому что Тут Скорее всего Будет Какой-то Изи Гейм Посмотрим Ребята Сейчас Тактический Фит Применяет Лично ЦМ У нас Раскастовывается Акс прыгает В троих Аграми Медведь Уже Тоже Подходит Здесь ЦМ Могу Выйти ЦМ Наперед И попробовать Ее Подблочить Акс Молодец Молодец Но сейчас Мишка Есть Сейчас Корешки Может Сработают Будет Все Хорошо Отлично Корешки Сработали Но это Ультракилл Будет Атакса Скорее Володька Есть Все Хорошо Можно Пушить Можно Даже Будет Рошана Забрать В принципе Хорошо На низ Мишку Сейчас Тп Отлично Тут Фарм Просто Вижу Почему Бы Не Забрать Отлично Можно В стандарте В радиенс Выходить На данном Герое То есть Через Радиенс Мишкой Но Это Как правило Страта Такая 83 Карта Я Не Знаю Тут Конечно Профит Не Будет Наверное Собрать Молнии Но Если У вас Есть Возможность Быстренько Все Это Нафармить И Вот Оракла Можно Погонять Сейчас Гоу Побежали Сейчас Мишка Если Корешки Выдаст Ему Интересно Конечно Боже Это Просто Так Вот Просто Весь Смысл Друида Это Типа Вот Ты Берешь Просто Мишкой Все Есть Отлично Володька Конечно Тоже Хороший Артефакт Хорошо Помогает Конечно Мишку Сразу Немного Прапали Арморчика Добавили Сами Как бы Отхил Кстати Хорошо Что Отхил Работает И на Рейнджевика То есть Как бы Пофикшенная Володька В 85 Карте По Пофиксили Что Она И работает Теперь И на Дальний Бой Тоже То есть Как бы Нет Ничего Такого Что Я стою С В дальнем Бою Как бы Не вязаю Форум Так что Разницы Нет Спектра Тонуло Сразу Слить 1700 На кармане Можно В молнию Выйти В принципе Я наверное В молнию И буду Выходить Сейчас В радианс Наверное Не будем Выходить Ну А какой Смысл Давайте Лучше Возьмем Раз Уже Взяли Володь Кто Соответственно Попробуем Выйти В какой То Дэмэдж Я думаю Будет Поинтереснее Даже Так Вижу Цель Не вижу Преград А ну-ка Души Мишка Давай Работай Работай Мишка Все Корешки Сработали Отойдем Немножко Так Хорошо Еще Корешки Сработали Боже Работают Прям Как По зову По зову Сердца Так сказать Просишь Корешки Они Срабатывают Прям Эти 20% Шанса Очень Хорошо Прокают Прям Няж Нравится Ребят Кстати По моему На Теории Не Упомянул Что Корни На Лесных Крипов И вообще На Крипов Работают Дольше Дольше В 2 раза Соответственно Тоже Не забывайте Как бы Что В лесу Если фармите Какие-то Тяжелые Кемпы В начальной Стадии Игры Когда Корешок Срабатывает Можно Отвести Мишку Чтобы Мишка Не Хопал Опа Мне тут Кажись Game Will Play Да Мне тут Скорее Все ГГ В общем Смысл В том Что Если Корни Срабатывают То В профите Будет Конечно Отвести Медведя Чтоб Медведь Сильно Не Получал Дэмэдж Пока Тот Персонаж Которого Зарутили Был У вас Так Сказать В дизейбле Чтобы Вы могли Какого-то Другого Крипа Пока Побить Чтобы Он Вам Не Вносил Урон И Все Будет Попроще Так Но Есть Ошибка Сейчас Поставим Варды Но Если Честно Очень Нагло Стоял И Вот Тут Как Было Такое Стоять Тут Какое-то Продолжение Игры Слушайте Ну Хрен С ним Я Вот Если Честно Хочу Сделать То Что Меня Просили Реально Меня Попросили Сыграть На этом Герое Через Волшебный Артефакт Называется Мидас Давайте Попробуем Порофлить Немножко Так Го Главардика Хорошо Отлично И Короче В чем Прикол Если Эта Катка Затянется То Мидас Нам Даже Будет Как Бо На руку Да И В принципе Мишке Атак Спид Не Помешает Мишка У нас Такой Персонажек Который Так Сказать Не Имеет К сожалению Никаких Стат И Соответственно Ему Нужны Такие Артефакты Которые Будут Больше Ити На Не Статистики То есть Сила Ловкость Интеллект А больше На Какие Атак Спид Там Мовмен Спид Там Все Простенько То есть Чтобы Вам Было В понимании Полегче Что-то Не в статистике А именно На Атак Спид И Другие Какие-то Бафы Может Радиенс Там Шиву Можно Тоже Можно Всякие Дагоны Там Дагон Конечно Все равно Тем не менее Дает Инту Типа Как бы По фану Можно По фану Можно Сейчас Замутим Мы Короче Минус Рошан Думаю Все получится У нас Да У нас Есть Володька Нам Нечего Бояться Володька Все же Отлично Заходит Так сказать Старая Страта Через Владимир Очень Даже Интересно Кстати Ребят Некра Тоже Очень Пушечно Могут Заходить На Друида Потому Что Типа Это Реально Это Жестко Союзных Бахать Персонажей Кого Берем Аегу Побежали На мить Сразу Под ушем Можно Сейчас Будет Уже Мидас Кинуть Можно Опа ДК ДК Ох Сразу Корни Сработали Так На мишку Диспелят Ого Акс Подхватывает Мишка Не забываем В драке Закинуть Мидас Обязательное Условие Если вы Не успеваете Закидывать Мидас В драке Значит Вы не ХАЕС Так Атакуем Да нам Пофиг У нас Столько Армора Столько Дэмэджа Тут Сейчас Тут Всех Убьем Эх Жалко Так Ну и Постараемся Не заблочить Слардар Может догонит Есть у Слардара Барабанчики Не знаю Почему Он не Пользуется Ими Так Подблочить Надо хук Стать Поближе Не заблочить Но попробуем Так Разодрать Мишка Сейчас У нас Походу Дохнет Сдохнет Да Получаем 10% Отлично Мидас Откатился Мидас Кстати По моему Если я Не ошибаюсь После смерти Когда мы Перебафаем Нашего Медведя То Мидас Откатывается Если я Не ошибаюсь Это нужно Будет Еще проверить На экскатке Уже будем Вооружены Поэтому Друзья Вот такая Вот тема На варде Где-нибудь Поставить Хорошо Хорошо Да иммунитетным Дэмэджи Не наносит Но тем не менее Рутит Как я и говорил Гоу Форму Возьмем Еще разок И перебаф Мое Сразу Хорошо Бежали Так У нас же Есть Аега Мы можем Помочь Ребятам Правильно Вот этого Пацана На ДК Можно Подушить Он лоу Хаповый Опа Мишка Мишку Возвращаем На спектру Давай Давай Души Спектру Медведь Герой Сам развернулся Красавчик Хорошо И можно На развороте Уже Боже Монетку Еще Возьму Поиграемся Просто Со спектрой Боже Да Давай Давай Души Рожи Это ржачно Конечно Когда На крополях Кто-то бежит А мишка Это работает Жаль 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 Только Что не сработали У него Все же Таки Никакие Плюшечки Так На низ Медведя Отправим У него Там уже Медас Откатился Успеваю Таки Отхиливаться Ладно Сходим На Б Мишка У нас Тут Помидас Давай Быши Хорошо Хорошо Сралк А не Сларк Сралк Так Быстрее Захилимся В любом Случай Чем Меньше ХП Пул Тем Быстрее Захилимся Очень Даже Профит Надо Так Делать Хорошо Почти Фулл ХП Лисочек Нырнем Спектра Тоже Одевается У нас Есть 3300 Мы Можем Купить Сейчас Молнию И Быть Более Агрессивным На Медведя Можно Сделать Радиенс Давайте Сделаем Молнию Как И Хотели Есть Молния Будет Получше Думаю Аегис Скоро Пропадет Через Минут Но Мы Так Принципе Не Реализовали Аегиса И Принципе Не Требуется Принципе Не Требуется Молнию Отдаем Мишке Мы Такие Айтемы Будем Средние Носить Так Сказать На Мишку Будем По Дефолту Играть Гоу На Спектру Куда Ты Бежишь А Она Улетела Да Так Так Вот делаем Хорошо Мишка У нас Заряженный Можно Еще Медальку Собрать Даже Для Медведя Мишка Очень Хорошо Будет Раздавать Все Гоу Заходим В форму Заходим В форму И Гоу Подушивать Мишка Очень Хорошо Товара Ломает У нас Такая Закончилась Но Сломаем Сейчас Тэшку Отойдем Можно Аганим Сделать Принц Изи Думал Будет Сейчас Мишка Быстренько Тут Крепчиков Подберет От Ау Ешки Не Отходим 1100 Все И Отходим С Медведем Вместе Вардик Сюда Ткнем Нет Давайте Сюда Не будем Тыкать Вард Наверное Надо Поагрессивнее Вард Поставить Потому Что Мы Доминации Так Ломает У нас Там Оракла Да Мишка Пока Здесь Вставим Может Или Врадиенс Выйти Все Мишка Бежит Мишка Бежит Мишка Атакую Оракла Срочно На Оракла Сразу Райт Кликом Медведем Оп И Душить Не Не Уйдешь Тут Хорошо Мишка Вперед Мишку Пропускаем Потому Что Мишка Может Не Пройти И Все Сейчас Мишка Только Догонит Корешки В студию И ГГ Отлично Отлично Сколько Там 5 Секунд Аминасиуса Мишка Задушит Отлично Отлично Этих Задушить Сейчас И Подойдем Все Го Сразу Райт Кликом Медведем И Душить Так Мишка Встал Заблочит Вот Настоящий Го Задолбим Просто Через Батл Край Душ Давай 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 Вот этого Пацана Корни Сработают Будет Хорошо Не Сработали Страшно Давай Давай Хорошо Души Мишка Отходим Главное На расстоянии Держим И Душим И Надо Вернуть Мишку В Бомбате Находится Сейчас Возможно Умрет Да Эх Не Успел Не Закайтить Ничего Не Сделать Отойти Надо Ребят Надо Отойти Го Вот Здесь Агрессивный Вард Поставим Отойдем Мне не нравится Еще После Того Как Медведь Рисается К сожалению Айтемы Теряют Исходные Позиции Исходные Позиции Теряет Так Можно Сделать Радиенс В принципе И душить Вообще Будет Жестко Но А что В принципе Нам мешает Гоу Вот так И Сделаем Сейчас Мы Захилимся Выходим С формы Чтобы Захилиться Будет Все Отлично Продадим Что-нибудь С медведя Сейчас Хорошо Так Мишка Вот так Вот делаем Мишка Плюшевый Мишка Вот так Вот делаем И Некстом Скорее Сего Баганин Уедем Хорошо Я Захилился В принципе Побежал Я Я Побежал Хорошо Я Побежал Мишка Побежал Все Это ГГ Что-ли Катка Так Быстро Закончилась Катка Так Быстро Закончилась Не знаю Вообще Изичайшая Игра Раз Форма Форма Хорошо И ломаем Просто Форма И ломаем Изи Катка Изи Катка Да Ломается Конечно На изи Но не знаю Ребят Такое Такое Такая Игра На самом деле Изи Катка Вообще Никаких Напрягов Все Айтемы Собрали На Медведе Отдели 25 минут В принципе И для того Чтобы закончить Игру Этого Достаточно Мишку Можно Бахнуть Еще Варкрайм Хорошо Как Крипов И не забываем Медас На мишки Кинуть Еще Как Крипов Перебафаем Его И движку Нашего Оп Уже Зацепили Бафаем Все Мишка Побежал У нас Души Давай Давай Нет Сработало Что Сейчас ХП Не будем Сильно Терять Корни Сработают Все Отходим Под тэшку Гоу Запушим Запушим То что-то Корни Не прокает И убивать Не получается У нас У медведя На самом деле Плохая ситуация У нас У медведя Лоу хп У мишки Нашего Соответственно Что-то Не хочется Его сливать Потому что Без айтемов Останусь Туда Корни Сработают ГГ Сразу Умирает Я даже Без корней Умер Ладно Вот это Варкрай Сразу Бафаем Боже Там Столько Дэмэнджа Жест Ну Команда Кстати Хорошая Тоже Попалась Можно Фейзи Сделать Медведю С фейзами Тоже Мишка Душит Жестко То есть Можно Игнорировать Вот эти Хитбоксы Все Сразу На мишки Фейзы Нажали Мишка Побежал Отлично ГГ Просто ГГ И да Сейчас Уже Будет Хорошая Годовна Тебе Забинджен Герой По Простенькому Можно Кирасу Собрать На мишку Изи Будет Можно Аганим Можно Аганим Собирать Аганим Соберем Чтобы Ограничения Снять Восхитит Лол Восхитит Его Ты что Конченый Что Ли Смотрите Что Делает Мудак Просто Без Рофлов Реально Конченый Так Но главным героем Не нет смысла Ити на базу Погнали Убейте Убейте Тини Он Медведя Обижает Хорош Так Топорик Продаем Топорик Тоже Нам Не Нужен Хорошо Можно Взять Гиперстоуна Сейчас На Регены Все Основным Медведем Можно Так Лиса Поколотить Чуть Чуть Пойдем Затчет Гиперстоун Еще За кучи Можно В принципе Сплит Пушить И у нас Есть Аганим У нас Мишка Может Берем Отлично Все Гоу Мишка Помиду 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 Отправляем Сами Пойдем По топам Хорошо Изи Катка Отлично А ну Покажи Ему Дираки Зимой Куджу И Нет Душить паща боже просто задушил задушил суббир хорошо когда ограничений нету он быть это же пересоздать не можем держите в курсе идет свидели один раз мишка ночь и страшно спектра кстати хороший контроль против медведя на самом деле потому что мишка не сможет под дисперсии ничего делать будет считаться что в дэмэджи я только не мишку задушили но ребята такая вот первая катка не знаю но изичная прям изи изи надеюсь next там получится одеть персонажа более серьезные слоты и такая игра не знаю не думаю что она вам понравится но тем не менее вроде предельно легко вот команда чуть попалась которая соображает просто выиграли вообще в ноль 20 фрагов почти сделали еще шестнадцать ассистов это изи так что друзья идет у нас вторая каточка у смотрим что у нас пикают пацаны у нас как обычно море лейтов керри но нам не страшно мы нас уверен мы будем тащить душить и завораживать сейчас попробуем что-нибудь другое потому что то страта в дэмэдж такое ну быстренько задушили что-то такое не в роде с ничего не выходили а как обычно в дефолте все привыкли надо в роде нс выходить значит там через роде нс играет такое не знаю не знаю еще и фантома за хорошо фит контора намечается постараемся сейчас сразу создаем мишку биндим на двоечку отправляем его на руну что берем также по дефолту такой же это билд мишки отдадим топорики и топорики всю эту хрень и сами идем на топ хорошо акса взяли еще и спорт с до или смерть понимаешь хорошо посмотрим что у нас получится фишка злой мишка хорошо и тут сейчас встанем посмотрим сейчас что будем делать возможно будем выходить в аганим в какой-нибудь сплит пуш будем сами дефицит героя мы сплит пушить посмотрим посмотрим ребят так посмотрим кто у нас тут есть кто идет идет целая ган контроля контора пробуем забрать все равно рунку по таймингу хотя бы там и посмотрим антон на топ тоже решил пойти может что в лес тогда пойдем я не знаю так не блочь моего героя грибчика моего жаль не успел еще и саккорда ворио разобрать но монету забрали внизу походу ребят леса надо идти они тут лес баха не даст по ходу до мишку направляемся на все сами сюда идем хорошо пойдет мишка 6 топорик отдадим по фармин немножко просто не знаю зачем мне тут фантом на линии принципе этот начало сезона тут как бы всегда так будет там аквилка включена хорошо медведем добили еще и зевствует голи сауки колотить через леса пойдем не хочу стоять тут напрягаться так сказать фантом пришел такое низ под видели нового под танчем третий качнем на 10 секунд момент спида так спит и будем вкачивать придется через лесок ребят поиграть будем на руки выходить на миду fit контора какая-то произошла а так дэмэдж немножко медведю поднимем хотя бы армалек и мишка перебавлю на третьем чекнем медведиком медведик хейст полосами хейст заберем снайпер там убивает по кд ускоридов гаунамид выйдем экспу соберем вот так вот делаем выделяем в общую конечно мне мид по ходу до отдали хорошо добью что ты хочешь от него забьет просто сейчас у нас уже ребят будет прокаченный она не сродно пробежим пенкуриера не туда но пока тогда без сапога и без орбы об этом левеле сможем понапрягать о отлично и через шип забираем введя обратно промах мишка добил молодец стик еще наполняется понимая стик на ход против ускара конечно это пушка ускор по кд стрелы кидает и банк минут карофлов карофла давайте мишка отправим на базу пусть затарится по серьезно посерьезки пусть под затарится и так мишки собак орбы часа по кукур стрела его четвертая минута по рунам пробежаться сейчас с руны можно будет зайти пробовать что погнобить немножко отлично не знаю почему хус кормит оставил конечно это такое что мид оставил я встал и все спасибо за подписку мишка ставим чё за руна везде они с отправят медведя что покушаем что ли я алкаш никнейм понимаю попушим туда если честно очень напрягает на нем восхитить потому что герои у основного героя дэмэджа не хватает а у мишки его тоже как бы не особо вообще никого не добивается тут либо выбирать либо каким-то одним либо уметь добивать сразу двумя одновременно уносить дэмэдж хорошо хорошо все перебафаем закрепляем дэмэдж 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 отлично возвращаемся снайпера конечно не пробит у него фейсы еще можно пробежаться ставить здесь дефолт макс снизу так снизу go 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 забрали забрали что там есть у нас глиф есть глиф никто не нажмет но ничего страшного и постараюсь забрать сейчас vd подарок берет успею сломать по идее мишкой быстро сломаем успеваю цены идут корни на толку это аул гейминг называется когда вот так вот такой десятером бегут просто за кем-то и все ничего не сделаешь зевса да там даже не все все проблемы за опять володьку собирать мишка получил стрелу почета понимаю ладно отходим знаю зачем взял в разбин типа по дефолту ясно крипов нет но вы держитесь о хорошо если он ливнет вообще прекрасно будет толку нет от него чего просто афк играет пошел вид по видел ушел сми да в мид пустой я пошел стал ничего страшно но начало нового сезона всегда так проходишь создаешь игру статистики непонятны у всех там по 2 по 3 игры сыграно и в итоге получается так что какие люди попадаются очень страшно тик сразу так ну что ж тут ситуация будет по ходу поинтересно нужно будет одеваться но тут еще акс конечно проблемы будут составлять наверно володьку сделаем игол володьку дефолте все хорошо хорошо 3 закачаем и мишку давайте перебафаем страшно не будет гол на мид выведем так но они все на топе мои тиммей то можно на миду постоять надо тпшку принести еще тпшка нету курьера да ну ладно без тпшки хорошо живем мишку на руну сами туда чё за руна реген гаубляса лично в принципе можно попробовать через старую старую вообще сборку не знаю оба и нет так сказать когда тупо колотишь свой радиенс пол игры пока ребята там дерутся на самом деле нужно кушать линии просто гнать эту линию все по низу а ко мне не пришли насчет будем форму уже качать она из 0 крипов классика жанра гаута . возьмем шайм а мишка уйдет отсюда нормально на руну отправим его в лес можно взять молнии пацанам помогать с молнией будет толк сейчас в лес пойдут ко мне наверно опасно надо отойти хорошо монетка это хорошо монетка это хорошо добей молодец послушный зевс хорошо гол или не гол понял отходим а не можно подраться или не нельзя не сучкам надо слишком много их там гол наверно все таки всакрыт вы фармить сможем тогда радиенси все на низ побежали в принципе можно игнорить тупо кпшками да найс хорошо вообще ничего не добивается просто невозможно жесть надо прям так прям потеть над каждым крипом чтобы добить попробуем под т2 пойти почему нет так хорошо ужас просто ужас табор нормально падает лучше уйти лучше вообще выйти отсюда на руну мишка отправим сами пойдем отличная руна возьмем сократ как раз тпшку радиенсом можно будет как обычно блин в дефолте вести просто линию какую-то приходить на файты задушивать доедать хорошо x-blink фейзы пэшку вард все по низу дофармим сейчас с дофармим и погнали и понял надо было вытанковывать крипов чтобы забрать копейки остались ужас ужас обольдов задушим вот махварда ставит помню раньше через фейзы собирал его через транквилл собирал когда транквилл не сбивался вообще пушкой было rabbit раскачиваем у меня просто получается афк фарминг пацаны там сами дерутся в четвером вообще ничего не делаю ужас я ни одного крипа не могу добить просто на этом герои просто до того из нас сложно что ли добивать на нем я не знаю ужас какой-то иди на базу за радиком сходи у нас курьера нет да лол конечно можно сейчас драться с героями бх ну нет у меня против бх ничего бх дабл демм и все понимаю бф дабл демм и что неприятно дасты надо взять варкай поможет хорошо рассказать жир все-таки спасает никто пробить не может нормально рассказать куда бежишь вот чем боже старая мета называется голубой б продаем эту тему даст и есть мишки все а если понабила она наверное мишка убила бы но у меня еще варкрай был я думал варкрай нажать чтобы душе все мишку по низу с радиенсом отправляем сами володьку делаем и другую линию толкать будем так баха тут умрет хорошо можно аганим сделать чтобы мишка сам уже шел а мы так чисто что не делали бы мишка там значит триген монета пойдем на топ самишка тут пылесосит радиком а был бы аганима я бы и тут еще и фармин быстренько так крипчиков нету да ждем тут их пушим линию и сами сейчас в лесочке не постараемся взять этих крипчиков болотку надо жалко что не могу бить внизу пойду дальше мишкой хорошо так володька душим через конечно через радик это конечно жестко так но на самом деле дальше бы я не очень хотел бы идти хотя снайперу можно вот так вот сделать а ну а ну а а ну а а умрет отойти у меня варкрая нету хорошо чувствуется уже сила мишки варкраем бафаешь как жестко становится хорошо армин пока дастиков нет уже плохо вниз наверно а а гоним бы классно было бы сделать чтобы наверно кайтить айты просто угол на не смешку а 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 сразу чувствуется мощь двух медведей так перебафаем с этим показа грим всех отлично на самом деле если бы не команда которая активничает тоже я бы уже скорее всего почувствовал бы что мы начинаем просаживаться в игровом процессе а так я в принципе я чувствую что мы можем я могу фармить и я подфармливаю спокойно я спокойно подфармливаю travel можно взять на самом деле по линиям подходить по линиям подходить а а не а а а а 3к есть можно еще башер собрать ему мишки вообще будет жестко но молнию еще можно дефолте то молния конечно все остальные айтем билды вообще хотелось бы 12 слотовую игру но просто дело такое что очень редко до конца игры успеваешь хотя бы 7 слотов 78 одеть потому что герой такой сам по себе я по топу пойду ребятки мишку сюда хорошо лесочки пока так сказать поколотим хорошо мишку отводим подводим пересоздать пока комбат хорошо только корни сработает ему гг будет боже мартрет ну не было очень пожалуйста хорошо забрал очень страшно мартретки тоже можно фарм игра уже в перевес уходит чувствуется прям жесткий перевес пересоздали мишку быстренько комбат прошел чтоб хп поднять и хорошо ну а гоним наверно сделаем где там курьер у меня бинда на курьер нету они есть на курьера нету на круг силы сейчас мишка будет у нас сам бить уже пусть линии пушит можно сплит пушим душить по ногу в лес мишка может у нас сам тут орудовать подпушиваем подфармливаем акс наверно сейчас в шоке будет что у медведь будет бить интересно он его убьет вообще но он должен убить по сути варкрай дай а варкрай же на расстоянии действует забыл пацаны могут убить мишку сейчас вару главное не поймать замедлил представьте прям прям замедлил четко и забыл что варкрай на расстоянии работает вауешке чалька да так мишка опять отправим туда сами подфармливаем чалька да но акса убил просто медведь медведь просто акса убил то есть наоборот тут мишка загрызет мультик комбат надо снять хорошо арморчика надо мишки только не крипы хорошо арморчик нужен медведю моему дай мне радиенс иди на базу я пока под погоняю крипчика в лесу пока погоняем крипов а сейчас на топе фарм подойдет тут стакнем заберем тут крипов пока мишка пойдет у нас там закупится возьмет молнии хорошо хорошо отлично и тут заберем сейчас фарм еще возьмем давайте даст и нормально так стать и без медведя фарм хорошо идет уродиенс обратно на базу все души самим героям отойдем так начинается вот это вот гнобление моего медведя начинается он убежит задолбали надо пойти вот туда вар поставить она дай мне радиенс иди вард ставь страшно куда мишка отсылать но у него есть тема с попробуем быстренько ткнуть нет не дают молния есть можно поесть я по низу зайду тэшку корни есть есть и корни крит и корни крит отлично так слот отдаем мишки опять пока что мишка отправим на мид сами по низу я можно и низ сломать и помиду отправить хорошо мишку тут оставим сами пойдем в магазик сходим сейчас молнию об ним хорошо подушит пусть немного барак мишка душит посмотрите как он душит но надо возвращать сколько там 900 помода хорошо присылаем держи это твое регенчик руны некоторые вот ддшка не работает иллюзия не работает реген работает это хорошо сейчас заберем это держи это твое отлично и по низу отправляем его но по геймплею так в принципе все простенько мишку одели вот такие айтемы на нас героя нацепили можно требовалось сделать мишки опа и не кусать его уса его полный баф ним сразу закусали закусали давай 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 вперед дальше пришел думаешь его убить убьешь ты его наверно у вас создам армор гол купим армор мишки нужен прям нормально отхилится все линии подпушены можно показать душить какая там кримчика убью у нас медведь пушит отлично эту сторону я пока лесочке тут гоняю мишка пушит спокойно крипчиков хочу убить отлично вот этот барачок пока там веселуха идет я уже сейчас керасу еще куплю боже мишка просто топ ломает там главное успеть вовремя убрать его он просто сам ломает там давай души его кто кого хорошо души души отлично и вниз просто так же можно в рошана заберем рошана заберем бедно рошан сейчас шоке будет курочку слили да ну две стороны просто сделали минусом за счет медведя мишка очень много делает грязь прям реально очень много перебафаем все 2 позже прям жесть как ломается рошан даже в шоке и мишку надо быть на базу отправить час пусть керасу пойдет соберет пусть керасу пойдет соберет попутно зафармим какой же кайф аганим на медведь вообще я кайфу у меня мишка просто две стороны снес пока я там в лесу дрочил наверно об все акс сдается а там уже все поздавались колда пушим мишка магет понизу просто зайдем блин у 12 слотов одевать его серьезно вообще почти невозможно потому что игра раньше заканчивается потому что просто все не выдерживают наплыва сей героя жесть без варкрая еще просто они зашли сейчас мишка покусает его ге 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 ну такая какая то катка даже красочная прошлое было но тем не менее тут какой-то фарм был изи изи катка чё так ну что попробуем сулобера в лес тогда на 85 карте классно же в лесу стоит сулобере ничка ни хрена не делать отлично давайте пробовать наверно сразу бафа и мишку выделяем бинды 12 единичка двоечка закупаемся стандартным единиц нажимаем а можно героя выделить так ладно поехали дефолтный даунский сатар мид 5000к это получается 5000к это 5 миллионов тысяч птс это слышно даже звучит ладно поехали так бешеный у нас или беженый у есть какой-то беженый в команде так 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 у нас алхимик алхимик пойдет не с руну я пойду не с руну я пойду на топ мишкой попробую забрать тайской врач у нас есть 5000к на террор бледе свенчик лайн шакера берут шакер 5000к спирит бруйкер во давно животничья не было хорошо так ну что в этой катке будем делать не знаю на самом деле первая катка которая играл друзья у нас была такая она более активная акс нам пушил линию мы что-то загребали что-то кушали взяли мидасик пошли в радиенс все принципе катка закончилась но это в принципе дефолтная игра можно сказать потому что как правило как у нас появляется возможность хорошо пушить так сказать мы можем воспользоваться так сказать услугой пушерства сулобера и пойти закончить игру да это прикольно 12 слотов очень редко этот персонаж одевается если честно я вот сколько играю в доту я ни разу 12 слотов по-моему не одевал серьезно ну максимум слотов 9 и то ну вот просто вот просто ну не факт еще не помню вот реально вот что вот прям вот одел вот все так было вот кошерно и я вам честно не знаю вот говорю как есть пойдет возвращаем мешку на свои оси ося своя оси как говорится так и что у нас пуджик будет на линии но пуджик с топориком это значит что пудж керри и значит ему мешать на линии нежелательно так рот у пуджа поганый айс на таргет меняйте пацаны вот здесь вот срубим хорошо поехали душить этих крипов гнольчики ненавижу они почему-то кстати гнолы очень любят таргет менять чтобы их таргеты эти поменялись хорошо отвали от меня что ты хочешь айс так но этих крипов больших трогать не будем постоим покурим десять и пять процентов шоу чуть побыстрее задушим дай лак не дам короче стоим а пока в лесу апаем свои лвла а тут у нас кинтур кинтауры что мне подсказывает нет не подсказывает а в лес пошли они или нет вон где-то одного игрока нету блин ну типа кентавров душить серьезно это очень тяжело на этой ранней стадии будет нужно будет пользоваться услугами отведить друга чтобы сильно не хопать дэмэш нужно будет аккуратно как-то подобузить главное не сдохну еще хилка пригодилась она есть медведя отправим наверно или сами сбегаем а а пока я там бал одел хорошо хорошо отходим отходим мишку в одну сторону сами в другую ну наверное мишка тут не выживет да оп сосать отлично все пойдем через миндас куда сколотить иди сам сам меня заблочил стоит хорошо и вообще классно было бы выходить на линию и душить террорблейда со скаем вообще там по 500 хп типа вообще изи фраги типа не знаю так вот они пацаны резнулись душем что происходит с вентом отводит хорошо так вот порогу бы взять на пятом левеле выйти бы душить они прям там так вроде загуливают скай опять ушел ли конечно я тут скорее всего могу даже умереть если бара подхватит эту всю контору на ближние камеры пойдем на ближние камеры пойдем нам груду ждет все тогда не пойду туда тогда уже туда не пойду бара мне пишет парень значит бара на нем наверно бежит на него хорошо сейчас 4 апнем наверно сходим на базу и все же блин хочу орбу взять реально хочу орбу взять и выйти на линию реально сапог орба ну блин так тупо стоить раз стоять рашид медас но тем не менее блин мидас да даст вроде неплохо чё там так на этих пацанов я уже не потяну типа ну серьезно реально вот блин сапог и орбов веном вот просто вот реально незаменимая вещь пятый уровень напается вообще изи чем эта перчатка просто реально вот ну если был бы full free да можно было поставить афк оформить это же не интересно 5 апнем начнем душить так ади горба хватило денег понимая на низ 5000 к хорошо лучше конечно у нас тут керри страшного рубай но он руну ждет на руну будем выходить ну да я так и знал он принципе тут умрет походу да а а а а пацаны резнулись а а а а а отлично отлично хорошо сейчас будем пользоваться виновчиком и сапожкой сапожку бы наверное бы отдать веню нет лучше себе оставим крипов я уже отводить не буду вот этого пацана за руки сейчас в руки водовая не сдох под конец корни сработают вот вангую отлично все можно дофармливать свои слоты а желательно пойти подраться где-нибудь воспользоваться корнями и так сказать услугой помоги 5000 к на террор-блейде играет плохо а тут нет смысла у крепчиков по душе свин убежал просто на хвосте так бара гоняет свой на там блин крипчиков принципе тут никого на линии нету почему бы тут и не постоять почему бы не постоять серьезно и отвратительно сейчас на седьмом еще раз об не медведя и наверно придется нам на восьмом левеле взять форму стоять форме потому что там бара можно будет какой-то ганг неприятный который так сказать лишит нас жизни по петраке они загуливают они сильно тоже так но на линию надо выходить не знаю линия пустая почему стоим лес колотим но типа этих крипов добиваем и даст будет у нас добил 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 скорее так тэшка 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 If you are you а much этого собер е red видос большого крипа закинем спасибо прикольно отдаешь рецепт медведю медведь такой яйца собирать не буду иди нахрен продавай и лежит у тебя рецепт и хэндов медас и перчатка кармашки у перебафаем видим видим там файты street fighters а пока фармли типа вообще на самом деле жадно что у нас еще и алхимик тимми химик ты просто джо попишите лак сакса и сам смеется прикольно чем ой на хускаре подходим максимик ты просто джоба так берем вот так вот делаем skype 600 хп все не ошибаюсь стал химик тут что-то про стакал отошел мы душем и доступа на золото будем откидывать наверно а экспу все же как бы я думаю больше зависимым и чем больше от золота чем от экспириенс а я отлично считаю медведь как бы есть нам этого достаточно там дальше же просто плюшки прокачиваться сейчас был бы радиенс было бы круто согласились согласитесь но мы пока . внизу сломаем я там загуливают что-то мне подсказывает что сейчас но и сибара там ничего бояться сломаем еще варкрай сделаем надо на б идти а тут на б уже наверно не уйдем да корни сработали корни вовремя сработали возможно даже тяжелый бы мне напихал но у меня армора очень много форме все же проблем никаких нету мишка очень плотный герой физическому урону конечно очень сильное сопротивление наверно не буду докачивать форму хотя в принципе бонус хп арморчик тоже можно взять возьмем страшным лишним не будет запушек грибчиков на базу сходим и придем дальше тавр доломал сказать не просто тупо афк фармин но еще и пользуемся тем преимуществом что мы можем сплит пушить пока наш команда создает space для нашего фарма для пуша то есть тут тоже нужно это понимать не знаю некоторым это конечно непонятно ты рак вы там игнор беж и груби как обычно пишут но тут если подумать со стороны логики то для команды золото для самого себя то есть как бы есть какой-то плюсик хорошо алхимик у нас кстати тоже через радиенс пойдет чё там алхимика алхимик 3 900 15 минута и алхимика перефармил забавно алхимика перефармить так конечно так форму вязаем . 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 корни сами сработали из-за того что я начал замахиваться просто так сказать триггерит корни как только замахиваешься это что можно назвать ли это обузом то есть получается я каждый раз когда буду нажимать от меня закон что он будет пытаться корни создать в бред честно бред и можно пойти на самом деле понаказывать их реально у по нефиг там вообще боятся пара отмах вот мол тану химик тоже сократ купил ли но я хочу на самом деле радик выйти типа ну серьезно прикольный чел на подмет хорошо 4500 есть много фармы собрать нет варкрай пожалуйста хорошо и отходим него дайгер на станет мишки возвращенец боже попытался так сказать легкую наживу взять парень а тут еще террор блэйд еще и бара вкусно вкусно то как пацаны так сказать суицидальную сыграли ару перед лицом пролетает классика все отходим цены говмогаз таки сходим хотя бы возьмем радиенс будем душить пацанов это забавно выглядит конечно а мол и каму вейк лотар на те же блэйд давно не видел кстати можно в принципе с появлением радиенса пойти ребятам помочь там очень много дэмэджа будет ну поможем почему нет побежали мишка задушит а по тут медведь здравствуйте это фейс-контроль вы не проходите вы похожи на животничьи не прошел бара фейс-контроль блин а гоним хочу жесть как загонимом так и ну почти так по кайфу на самом деле играть с аганимом шоу Субтитры делал DimaTorzok 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 Еще 3к Есть Есть Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Мишка, ну догони, ну дай ему Что он хочет Хорошо Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все, я пойду Схожу За гонимчиком и аккуратненько будем подпушивать линии Добавил DimaTorzok 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 Все будет отлично у нас В общем, блин, ну по трате вообще Да того простой герой, когда гоним собираешь Сам ходишь, где-то фигней занимаешься И типа Берешь просто мишкой Фармишь стороны И все Топ Я зафармлю топ, не переживай Я топ зафармлю Я лес зафармлю, я топ зафармлю фармлю и переживай за меня хорошо жестко зато кайфно все, Мишка опять в лес Мишка пойдет, пособирает все купим Володьку купим тп блин, Володька, не знаю, что-то какой-то прям такой хороший артефакт, прям я чувствую буст хороший, иреген и лайфстил просто все отлично с этим артефактом, и арморчик добавит так сказать, знаете, ранний артефакт очень прям даже хорош на этого героя, я считаю прикольно заходит можно даже попробовать Мишке отдать его пусть Мишка тащит линии мы можем где-то шляться в принципе АФК, монетки, руны собирать, Мишка будет сам узнать, что делать лайфстил есть, крипом помощь есть просто крипски поэшили отфармливаешь просто дефолтные места и ломаем не знаю, вообще, я вот играю какую же, помню, четвертую игру на этом герое, вот я просто 4 игры выигрываю знаю, на изи катке прям изи-изи катки какие-то вообще не напрягаясь, герой очень сильно выигрывает просто всю игру кто там, ты иллюзия, да? ару поймал террорблейд тут поможем Мишка, задушить террорблейда соло буду восхитить ага может, что происходит дайте, добегу оп, потму Мишка злой, потму душит ладно, гол на Т2 души, Мишка рубим деревце, как профессионалы и полкил казалось бы берешь Мишку и душишь это так смешно на самом деле убивать медведя о, блин, это работает реально это работает я просто, вот сейчас вы сами видите я сижу, нихрена не делаю хожу основным героем просто АФК хожу, рунки собираю потому что, типа, ну основным героем типа, ну, пофармить ну, вообще не вариант типа, это только если радиенс отдавать с медведя и, типа, душить дальше вот сейчас тут простакаем лес еще этого героя сюда стакнем большой кемп вот так вот так вот все это под шифтом этим героем возьмем тут подфармим боже просто посмотрите как это изи я не знаю насколько проще еще можно придумать этот гайд оп, хорошо просто 4к на кармане трипл килл сделали ези катка на подходе понизу опять пошлем наверное, я думаю сделаем керасу сейчас чтобы Свену было как можно неприятнее да и нам, в принципе минус армор даем душим быстрее объем корни сработают минус ПТС сразу корни сработали минус ПТС упали так, хорошо есть у меня пол керасы ТПшечку две ТПшки ТПшемся на топ и вот так сплитпушим гоняем я не знаю главное нам самим не попасться то в принципе если мы даже попадемся у нас все равно как бы огоним нам плевать мишка наш не подохнет мы-то подохнем а мишка нет главное чтобы охоту не объявили в скором времени на медведя wanted с расклейками закупимся мишка сплитпушем занимается мы пока там покупаем террасы отлично ну вот просто смотрите я зашел им на хайграунд я ломаем тавер пока ребята там афокаде доходят мне даже прям что-то как-то неудобненько что-ли все возвращаем его отдаем ему террасу но сначала надо продать я мог в принципе сейчас сломать но реально я просто мне жалко их что это просто такой дисбаланс какой-то что-ли гаумид там свенчик ломает хочу подраться прям вот я хочу почувствовать паворов медведюз пойдем мишкой там все равно нет смысла сюда терраса ну-ка мишка догоняй кусай за ногу свена прям свена за ногу надо подлинковывается я мог им снести ну реально просто взял его оттуда забрал жалко пацанов жалко дальше не пойду дальше не соколотить я сейчас просто понизу буду сплит пошла на свен вон он пошел сейчас мы забежим туда а где сапог кстати на моем медведя я только сейчас понял что у меня сапога на медведя нету думаю почему такой медленный чем мы ему сейчас тревела апнем наверное чтоб быстрее бегал да или фейзы го фейзы соберем дэмэдж как-никак будет не знаю куда сапог делся неужели на базе оставил хорошо на базе наверное оставил я в герой сапога нет или так и не было один сапог я так и покупал ну просто за геймплеем даже не уследить нормально на фазах будем бегать ничего страшного как раз стрейф будет очень быстрый хорошо опа бары животневич убежал мишка подвар жестко конечно хорошо сюда так вот пока этим героем основным тут подфармливаем и они с просто с плечу им мишкой сам могу по линиям ходить сплетит в то же время могу прийти в принципе подраться сплетовать окей оп снесли дальше просто вы посмотрите на это дерьмо и теперь это смешно на самом деле пойти там свэн тоже хочет ворваться наверно но я ему не позволю вернее позволено типа он за космодон своим берется закон 3 час варкрай даем он же как же рубит этот мишка гг просто можно заходить заканчивать отдаем форму какой бред можно топ сразу да что-то такое прям не клеится каточки мишку подставим прям изи катки изи катки ну медведь заканчивает просто вот 35 минут самая вот такая долгая игра что ли я не знаю так что вот так как-то очень изичная катка полный ему туда же варкрай под варкрайм свэн просто разнесет гг я не знаю ребят на самом деле ну я не знаю вот просто все катки которые я сегодня играю на медведей это просто какие-то обоссывали но я думаю тут понятно будет по геймплею чё да как можно что хотите на самом деле собирать на данном персонажи по факту вот что я понял что на этом герое отлично заходит владимирс под потом после радиенса ну то есть идем делаем по возможности сесть фарм медас next там можно владимир далее просто в радиенса с радиенса уже поднимаем агоним и просто мы уже не победим и на самом деле мы просто берем и спушим линии просто просто спушим все линии по чуть-почуть-почуть идем и сплит как вот тут я заходил все на самом деле изи а в 12 слотов если только в самом жестком каком-нибудь лайт гейме то в принципе 12 слотов то вот примерно так медведь у нас допустим будет одет тут еще можно будет заменить каким-нибудь ну можно будет дизармом там или бабе сал что-нибудь такое ну и соответственно одеть медведя бабочки и керас и соответственно это все я не знаю то есть блин 12 слотовую игру на медведи поймать вот я вам серьезно говорю четыре игры и сыграл и четыре игры просто на изи выигрываешь потому что вообще ничего делать не нужно собираешь блин просто берешь орбу берешь сапог и просто почуть душишь под фармишь и все больше идет ну в принципе это все